Советские противогазы, респираторы, защитные костюмы, система оповещения населения и многое другое. Во Всемирный день гражданской обороны в Главном управлении МЧС по Владимирской области развернули выставку раритетных средств ГО. Многие из них до сих пор работают. С осмотра выставки начался пресс-тур по объектам ГО. А это склад, где хранится имущество гражданской обороны 33-го региона. Здесь вашему вниманию представлены одежда, обувь для населения, для личного состава служб гражданской обороны, которые будут привлекаться к реагированию при изменении оперативной обстановки, а также население, которое пострадает при состоянии чересчайных ситуаций. Также здесь можно найти раскладушки, подушки, одеяло, все для обеспечения работы пунктов временного размещения. А еще спецтехнику для работы в сложных погодных условиях и оборудование для пожарных бригад. В общей сложности число запасенного имущества рассчитано на 500 человек. Это самый большой склад гражданской обороны в регионе. Помимо него функционируют муниципальные. Они в большинстве своем рассчитаны на 50 человек. Одна из самых масштабных выдач имущества была зафиксирована в 2010 году, когда лесные пожары полыхали по всему Центральному федеральному округу. А это учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям во Владимирской области. Здесь должностные лица и специалисты ГО и ЧС проходят подготовку. Контингент, основной, который мы обучаем, это руководители предприятий, учреждений любой формы собственности. Руководители муниципальных образований. Дальше, руководители спасательных служб. Ежегодно здесь готовят более полутора тысяч человек. Задача на 2018 год подготовить 1611 должностных лиц. Цифры серьёзные, но благодаря высокому классу преподавательского состава вполне подъёмные, уверен Виталий Шигарев. Они прошли горячие точки. Они прошли Чернобыль. Они прошли ликвидацию химических оружий, которые у нас Российская Федерация, вы знаете, успешно закончила и отрапортовала уже на международном. Пройти подготовку гражданской обороны, помимо должностных лиц, может любой желающий. Обучение проходит не только в классах, но и на защитных сооружениях, в частности, бывшей территории Тачмаша. Завершился пресс-тур посещением одного из потенциально опасных предприятий Владимира по ОТ-Плюс. Здесь представителям СМИ была продемонстрирована работа системы оповещения на предприятии. Далее было представлено аварийно-спасательные формирования и защитные сооружения. Максим Палагин, Состригубов, губерния 33. Максим Палагин, Состригубов, губерния 33.